Возвращаемся к событиям в Польше, где сейчас выясняют причины автокатастрофы с белорусскими туристами. Сегодня рано утром автобус на шоссе между городами Лодь и Лович съехал в Кювет. В салоне находился 41 пассажир и два водителя. Травмы у 20 из них. По последней информации, два человека оказались зажаты под автобусом. Чтобы их эвакуировать, машину пришлось приподнимать на пневматических рессорах. Одну потерпевшую госпитализировали вертолетом в больницу Варшавы. После обследования выяснилось, что серьезных травм она не получила. Остальных отвезли в семь местных больниц. Среди участников поездки детей не было. Спасательная операция завершилась к 7 утра. Официальную информацию через несколько часов после ДТП нашему каналу рассказали в пресс-службе полиции города Лодь. Официальная операция завершилась около 3.50 ам. Официальная операция завершилась в хоспитале. Они были слегка инжурены. Ваши жизнь не в опасности. Только у одного человека является серьезной. Эта пациент была транспортена в хоспитале по великопротам. Локальные авторитеты привезли специальную помощь к другим людям. К слову, незадолго до аварии водитель сменил своего напарника, поэтому маловероятно, что он мог уснуть за рулем. Сам мужчина пояснил, что во время движения автобус стало сносить на обочину и он не мог исправить ситуацию. Большинство пассажиров в этот момент спали. Некоторые из туристов перед ДТП слышали хлопок. Организацией поездки занималась Гродненская турфирма. Машину она арендовала у транспортной компании. И утром из Гродна на замену выехал новый автобус. Он уже в Польше. И нам удалось связаться с представителем компании-перевозчика. Здоровый постепенно возвращается из проверок, которые у них проводят в больницах. Надеемся, что сегодня к вечеру уже соберем всю группу и с ней на нашем автобусе, который мы уже сюда привезли, уедем на нас в Гродно. Состояние у всех легкое. Все живы, здоровы, все в сознании. Самое, по-моему, серьезное это какой-то перелом пальца. Просто ссадины. Кто хотел, тот поехал в больницу. Кто не захотел, тот не поехал. Там еще писали в интернете везде по поводу вертолета. Одна женщина просто была в шоке и не могла выйти из автобуса. И все испугались, думали, что, возможно, у меня какой-то перелом позаночника или что. Поэтому ее уже отправили на МРТ-обследование. МРТ-обследование показало, что все в порядке. Сейчас представители фирмы-перевозчика на месте. Вот, уже привезли новый автобус на место. Надеюсь, что скоро нам вернутся к нашему старому автобусу. И от него мы заберем уже все вещи пассажиров. Как только все будут в автобусе, будем отправляться. Дороги примерно часов 6-7. Но пассажиры очень организованы. Нехорошая такая группа, дружная. Они сказали, что друг без друга не уедут. Поэтому мы ждем до конца, когда всех вернут. По правилам международной службы перевозок, наш автобус застрахован. Водители у нас опытные. Составим более 30 лет. Техосмотр еще не истек. Истекает в следующем месяце. По последней информации, в больницах сейчас остаются пятеро белорусов. По возвращению на родину все пострадавшие получат компенсацию. Польская полиция выясняет обстоятельства инцидента. Известно, что ночью был сильный ветер. Мы следим за развитием ситуации. Подробности смотрите в Панораме.